доброго дня здравствуйте интересна тема когда находишься в неедине индивидуально конечно например после 20 дня организм если чистый как чистый сосуд могут ли в него проникнуть какие-то сущности или чья-то душа захватить так сказать чистое тело или подселение души где правда а где вымысел и что если какие-то силы в эти дни действительно присутствовать могли на низ на незнакомом языке читать как заклинание или бросать предметы и прочее сумбурно конечно прошу простить в этом направлении хоть раз тема обсуждалась но наверное обсуждались подобные темы но но в таком контексте я наверное мне кажется не особо обсуждала вот но если интересно мы можем поговорить про это потому что у меня немножечко другое видение всех этих других миров кстати я картину закончила сегодня картину такой портал захотелось мне нарисовать так что касается других сущностей и здесь был акцент на сухих днях я очень надеюсь что велис здесь но если его нет то наверное посмотрит посмотрит если ему интересно если нет то возможно для кого-то другого будет так вы я не понимаю насколько меня хорошо слышно мне кстати микрофоны уже наверно скоро придут но по крайней мере я заказала так смотрите ребят по поводу сухих сухих дней мы с вами уже говорили что когда вы перестаете в тело что-то вкидывать то тело не нужно делать акцент на на еде все начинается я как выхожу в эфир моя звезда начинает грызть клетку тишенька дали тогда подушку я его на подушку посажу голубую сначала да и я его тогда на подушку горько тогда я тебя на спинку хорошо на спинку так будешь лежать грызун ты мой звезда прям без эфира в жить не можешь а горечка немножко тут со своей живности с вами посижу и и что происходит то есть тело она очищается и когда у тела нет надобности его дополнительно вычищать тогда идет концентрированная концентрированная энергия она собирается в теле и что это значит когда собирается стиль так ты мне здесь будешь мешать вот ты просился зачем ближе когда здесь лежит я буду здесь гладить все сейчас начнешь не тут провода агрызда и когда энергия собирается в теле то тогда тело не нужно защищать то есть что такое еда это же не только это же не только говномешалка да это же не только перерабатывается еда на то чтобы вывести из тела это малая функция того а в основном это получается что когда в тело в тело складывается что-то то помимо того что тело начинает активно это выводить из своего тела ему еще нужно что пока она выводит это из своего тела ему нужно еще сделать так чтобы в тело не то есть как бы как панцирь как броню чтобы не пробить тело потому что мы все с вами прекрасно понимаем что мы живем в энергетическом процессе то есть все есть энергия все есть вибрации все есть энергии все и звуковые волны то есть все эти моменты они имеют место быть видим мы их или нет это уже другой вопрос и и когда это попадает в организм то получается чего получается что само не сам человек неправильно то есть душа которая помещенная в это тело как в определенный панцирь она так секундочку это все что все за Так, теперь давайте еще раз. Смотрите, у нас идет такой процесс в теле, то есть когда попадает в тело что-либо, какие-то медикаменты, какая-то еда, что-то еще, это то, что не то, из чего состоит тело. Тело состоит из органов, из костей, из крови, из лимфы, из фасции, то есть много-много всего, но не из тех предметов, которые не в теле. И так устроено тело человека, это физиологический процесс, что как только что-то попадает в тело, тело пытается это вывести. Это касается еды, которая перерабатывается, это касается медикаментов, которыми люди лечатся, это даже касается беременности у женщин. То есть женщина, тело, тело женщины точно так же на определенном этапе пытается вывести эти компоненты. Мы с вами говорили, как закрепляется душа в теле. Мы сейчас к этому возвращаться не будем, просто чтобы понимали сам процесс. И когда тело работает на выведение чего-то, то ему нужно сохранить твою вибрационную функцию, твою вибрационную энергию, силу, можете назвать это как хотите. И чтобы ее сохранить, пока она делает какие-то определенные вещи, пока она выводит несвойственное для тела какой-то продукт, то оно закрывает тело, чтобы сохранить эту энергию. Когда в теле... Ты меня лижешь? Ты мой сладкий. Когда в тело не попадает еда, когда в тело не попадают какие-то медикаменты, когда в тело не попадают какие-то другие вещи, не из чего состоит организм, то тело, оно более расслаблено, ему не нужно закрываться, он может сделать акцент на энергетических процессах, которые обмениваются с телом, чтобы оно дышало, развивалось, чтобы оно было в процессе этой плотности. И тогда не нужно создавать этот панцирь, тогда спокойно может энергия крутиться в тело и с тела, то есть какую-то информацию слаблить, какую-то информацию отдавать, знания, знания принимать, знания раздавать. И вы очень часто видите такой процесс, что бывает, что когда вы на сухих днях, вы четче слышите, четче видите, у вас какая-то информация приходит, какие-то проекты приходят. Еще бывает такое, что когда ты на сухих днях, ты разобран, а потом начинаешь есть, и тебе такой, о, Эврика, раз, 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 инсайт за инсайтом. Это как раз то, что у тебя начались эти инсайты, но ты уже вышел, а инсайты пошли, то есть ты их услышал. Это не потому, что ты вышел, а потому что они закрутились на том процессе, когда твоему телу ничего не нужно было выводить из твоего организма, из твоего тела. И как раз если у тебя тело более проводимое, более чистое по определенным каким-то причинам, образ жизни, твоя духовная составляющая, твое осознание, твое мировоззрение, твое мировосприятие, все вот это вот играет определенную роль, и тогда у тебя в зависимости от этого физическое тело является каким-либо проводником. И часто бывает, что на сухих днях ты начинаешь видеть другие миры. Они же не... Другие миры, они не на другой планете. Это не на железнодорожной станции нужно там головой удариться, чтобы попасть в Хогвартс. Это все есть в этой же плотности, в этом же пространстве, только другие плотности. Но пространство, оно единое. И просто когда у тебя тело не нужно закреплять, сохранять твою энергию и делать тебя вот этим вот коконом, то тогда у тебя идет вот этот энергиообмен, и ты видишь другие плотности, ты начинаешь их видеть. И как ты их интерпретируешь, что это злые, не злые, что они там тебя поглощают, либо что-то тебе помогает, это уже другой процесс. Но вы должны понимать, как работает наша... Это просто механика тела. Это не что-то сказочное, это не что-то из ряда вон выходящее. Это просто элементарная механика тела.